Смотрите в этом выпуске. Как же попасть в этот дом? Качество работ на уровне. Я довольный, красиво, но только халтурой-то сделали. Я гипотетический работник гипотетического ОСМД. Подождите, я выскользнула. От мечтательницы, а! У меня правда дебилковатое выражение, что я так делаю. Заглядываем девочкам под юбки. Здесь должно быть 5 баллов. Это я... Мы будем надеяться. Четыре! Четыре! А могли бы поставить 5. Архитектурный патруль осмотрит жилой комплекс «Армейский». Сам застройщик, компания «Микромегас» считает, что построила чудо архитектурного искусства. Но мы запомним этот новострой действительно как чудное мгновение или перед нами очередное чудо-юдо. Давайте же проверим. Газ, газ, габрю прямо до копьев. Жилой комплекс «Армейский» построила строительная компания «Микромегас». Располагается по улице Армейской, 8 А, Б, Г. Сдан в эксплуатацию в 2013 году, на пару лет опоздав со сроками. Застройщик считает, что этот новострой бизнес-класса. Состоит из трех секций. Два 17-этажных дома и один семи. Цена за квадратный метр стартует от 1200 условных единиц. Прямо у входа нас встречает начальник местного ЖЭКа. И не дракой, криком, бранью, как-то в основном бывает. Что, Жакей, куда идем? Плачет меня бить. Нас же так бьют, на нами издеваются. Нет, нас в этот раз встретили, ну, чуть ли не красную ковровую дорожку, перед нами постелили. Добро пожаловать. Да, и дядя своим дружелюбием хотел заслужить нашу благосклонность и усыпить нашу бдительность. Благосклонность заслужил, бдительность не усыпил. Жаль. Я вот хочу, чтобы вы посмотрели и все-таки людям довели. Потому что, допустим, когда вы оценили Академгородок на 3 балла, да, то я думаю, здесь должно быть 5 баллов. Мы будем надеяться, мы всегда надеемся, что наконец-то нашли тот жилой комплекс. Не, ну все равно есть, все равно есть, все равно есть. Недостатки есть, они устраняются, это самое главное. Я гипотетический работник гипотетического ОСМД. И здесь гипотетический в этом доме. Все гипотетически очень хорошо. Гипотетически. Так, тут невозможно, тут невозможно. Как же попасть в этот дом? И здесь нету пандуса. Ребята, невозможно. Больше никак. Сейчас проверим этот жилой комплекс на доступность. Впереди я вижу вполне прилично выглядящий пандус. Но вот пред нами нету пандуса здесь. Здесь сплошной бордюр. Здесь вообще даже заехать нельзя нигде. Это надо, чтобы мне кто-то помог. Застройщики, пожалуйста, разгрузите меня уже. Аж Андрей так надорвется без спины. Ух, ё, ещё и... Да ну, Коля, я ж... Вау! Этот поручень, он, да, он эстетичный. Он симпатичный, он хороший. Он не прожавеет, ничего с ним не случится. Но это... Эти перила, эти такого типа поручни, они предназначены для внутренних помещений. Девушка на каблуках зимой или даже просто после дождя здесь может подскорбнуться, прикнуться, упасть. Потому что этот вкус слишком уж... Здесь сделаем полоски. А полосочки зачем? Если можно проще сделать, хватит резиновый ковырик настелить, да и всё. Издалека пандус смотрится очень достойно. Но вот когда подходишь ближе, начинаешь щупать, трогать, что понимаешь, что недостатки всё-таки есть. Николай, в целом, доступности в этом жилом комплексе понравилось вам или всё-таки не очень? Ну, пандусы понравились мне на вот такую оценочку-четвёрочку. К фасаду этого дома особых претензий нет. Какие могут быть претензии, понятно. Фасад из кирпича, качество работ на уровне, фасад в целом симпатичный. Но! Отделка цоколя, плитка. Дри бежит. По некоторым плиткам видно, что производилась уже замена этой плиточки. Этот вопрос нужно взять на вооружение. Следующий момент. Фермический шов заделан. Это тоже плюс. Система кондиционирования уже давным-давно появилась и в наших одесских многостроях. Устанавливает каждый себе кондиционер под окном, кто как хочет. Но трубочку выводит одну-единую. Получается, единая система кондиционирования. Тут такая система только вот буквально с этим одним кондиционером. Все остальные капают на голову. Мы ставим не пять, а четыре. Четыре! А могли бы поставить пять. Сельдь. Сельдь. Песочница должна закрываться. Иначе здесь играться могут не только дети, но еще и кошки, собаки. У нас очень много уличных животных, которые могут болеть чем угодно, никто за этим не следит. Словом, это минус. Покрытие из резиновой крошки. Для Одессы это остается ноу-хау. Приятно было обнаружить это покрытие здесь, на этой спортивной площадке. Сказать, что это идеально сделанная работа, нет. Потому что в Одессе все-таки специалистов в этой области еще мало. Но радует то, что такие покрытия в Одессе уже появляются. Как вам вот этот жилой комплекс? Вот это нормально, красиво сделано. Я довольный. Красиво. Но только халтуру это сделали. Это на год, на полгода это все. Дождь хороший пойдет, снег, оно все развалится. То ли дети в этом жилом комплексе сильные, то ли заборчик слабый. Я думаю, что все-таки выигрывает пункт 2. Вот посмотрите на этот заборчик. Он действительно очень мягкий. Его необходимо укреплять, потому что вот сейчас, с одной стороны, здесь детская площадка, где могут играться самые маленькие детишки. И при этом они могут поцарапаться. Вот, а вот эти... Рутья. Вот это есть небезопасно. Наконец-то, ну наконец-то мы встретили детскую площадку, которая полностью прорезинена. И тут, казалось бы, мы уже должны были спеть балладу этому застройщику. Молодец, очень круто, но мы потрогали качели, как они сделали. А-а-а! Ну такое он. Досадно, да? Досадно, потому что там окачается. Я постоянно смущаю этот факт, как у нас выполняются работы. В итоге, после такого монтажа, мы видим, спустя 3 года, эта площадка уже нуждается в капитальной реконструкции. Мои новые друзья, расскажите нам про детскую площадку, на которой вам доводится играться. На детской площадке небезопасно. Там совсем чуть-чуть мягко. Да, это точно. Хотели бы еще мягче, да? Да. Подушки. Оп, мечтательницы, а! Наша оценка вот этой хорошей площадки, которая, если бы немножечко приложили бы больше внимания при выполнении, заслужила бы пятерку. Но сегодня мы ставим этой площадке четверку. Общественным транспортом до этого жилого комплекса добраться можно. Вам придется пройти 200-300 метров до остановки маршрутного такси. В общем-то, все, в принципе, под рукой. Но меня всегда больше интересует инфраструктура самого жилого комплекса. Первые цокольные этажи здесь предназначены как раз под офисы. И они уже активно используются. Здесь есть магазин продуктовый, магазин для кошек и собак, салоны красоты, спортивные клубы. Поэтому в целом инфраструктуру этого жилого комплекса я оцениваю в одесских реалиях, конечно же, на 5 баллов. Вот этот мостик соединяет этот жилой комплекс в единое целое. И вот тут катаются дети на велосипедах. Здесь могут ходить пенсионеры. Да, в общем-то, кто угодно. Вот тут слева должна быть оградка. Потому что можно споткнуться. И если не окажется надежного плеча Андрея, то можно упасть. Наша СМД создана уже 4 месяца. Мы сейчас пытаемся взять дом в управление, взять на баланс. Но, к сожалению, застройщик всячески нам ставит палки в колеса. Дом находится в очень плачевном состоянии, если нельзя сказать хуже. Оно все течет. Вот эти люди жалуются на эти остекления, что во время дождей идет ручьем. У них прямо в квартиру на полы идет вода. Да ладно, неужели здесь так плохо в этом жилом комплексе? У меня правда дебилковатое выражение. Лица какая-то где-то. Вот посмотрите, вот последний дождь у нас был, ну, наверное, когда, я не помню. Ну, неделю уже не было дождя, да, наверное? Долго уже не было. Да, и вот в каком состоянии. А эта труба, это сделали они самодельную какую-то конструкцию. Год или полтора года назад она собирается, вода эта. Потому что так капала она все. А здесь и сейчас тоже что-то капает. Да, 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 вот капает. Ну, аж на ручке поможет. Ну, воды нет там. Нет, нет воды. Значит, от дождя вода есть, а для того, чтобы пожар тушить, воды нет. Один из самых главных моментов в паркинге, помимо пожарной безопасности, это еще и система вентилирования. Местные жители жалуются, что трубу вентиляционную, вот-вот просто куски положили здесь, и части вентиляционной трубы не работают. Давайте проверим. Окей, давайте еще сюда нажмем, да? Ничего не происходит. Это говорит о том, что система вентиляции здесь вообще не работает. Загадка. Как за три года проржавели трубы в этом жилом комплексе? Отгадка. Качество нашей воды настолько плохое, что трубы за три года проржавели насквозь. Не вода, а кислота. Или же использованы трубы, не соответствующие нормам. Смущает тот факт, что в современном строительстве продолжают использовать, конечно, проверенные годами, металлические трубы для водоснабжения. Ну, срок службы сколько? Три-четыре года. Подожди, что ты имеешь в виду проверенные? Ну, вот, например, там строили эти сталинки, хрущевки. Разве там вот такие ржавые трубы? Ну, не прорывало десятилетия. Ну, не прорывало же десятилетия. А тут, вот, смотрите, все в жавчине, все в воде, все капает. Паркинг очень большой и рассчитан на несколько сотен машин и мест. Это большой плюс. Но, как мы зашли в паркинг, сразу увидели изначально лужу. Подтекают грунтовые воды, есть протоки какие-то. Вот, допустим, струб мы видели, водоснабжение тоже течет. Это минус. Учитывая скользкое покрытие здесь. И самое главное по пожарной безопасности. Дымовой датчик вроде бы есть, но он не работает. Огнетушители вроде бы есть, но их всего несколько штук. Гидранты тоже вроде бы есть, но они не работают. Там нет воды. Поэтому оцениваем мы такой паркинг в три. Я могу отсюда увидеть вообще всю шахту. Первый раз. Первый раз. Их, кстати. Сантиметр никогда не видел. Шахту не видел. Заглядываем девочкам подъемки. Друзья, этот лифт просто уникален. Мы такого еще на нашей архитектурно-патрульной практике просто не видели. А! Ну, автоматика. Ладно, отсутствовать окей. Но это еще не все. Расстояние между дверьми 7 сантиметра. Тут у нас 4 сантиметра. Этот лифт сюда просто не подходит. Просто вот не для этой шахты, не для этого дома. Ну так, ну что, давай кататься. Лифты были закуплены давно. Лифты лежали на складах. И мой друг, это было позапрошлом году, он работал в микромегасе. Я его спрашиваю, Саня, что ты там делаешь? Он мне говорит, крашу лифты. Для меня это была загадка. Какие он там лифты красит? А вот тебе и отгадка. Мы попали в этот дом и увидели лифт, которые пытались сделать новым. Мы долго думали, из какой же планеты привезли этот лифт. Это не лифт, это Пепелац. Явно кто-то украл Гравицапу. Гравицапа, это то, без чего Пепелац может только так летать. А с Гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд. Недавно я застряла, и час мы ждали, пока нам откроют, и воздуха не хватало. Ну, как бы душно было. Помните, такая песня была? Самый лучший день, так это самый худший лифт получил один. В связи с тем, что в нашей стране очень повысилась цена на газ, на электричество, главная задача застройщика это теплосбережение. Но только тут происходят теплопотери. Если бы застройщик поставил здесь дверь, так как это должно быть по проекту, то здесь даже не нужно было бы особо тратиться на газ, на подогрев, отопления, здесь было бы намного теплее. Дорогие друзья, сейчас я покажу вам просто самый жуткий фокус в вашей жизни. Я поставлю палец, вот сюда, а Андрей захлопнет палец на месте. Вопрос почему? Обычная межкомнатная дверь. Пытаемся закрыть, не закрывается. Самое главное в подъезде это пожарная безопасность, ибо именно от этого зависит жизнь всех нас. Давайте проверим, что здесь. По пожарной безопасности здесь вас может только спасти Андрей с водичкой, потому что здесь нету... Выходи, показывай. А ничего здесь нету, ни пожарного гидранта, ни огнетушителя. Это портал у нас. Какой-то работает вообще здесь вода? Вообще не работает. Вообще ничего не течет. Смотри. Система пустая. Это уже не смешно. В подъезде на каждом этаже лестничный марш выложен плиткой. И это, кстати, очень хорошо. Это уже плюс. Учитывая, что это эвакуационная лестница, но куда-то странным образом исчезли батареи. И несмотря на то, что это всего лишь эвакуационная лестница, это помещение обязательно тоже должно в холодное время года отапливаться, поскольку это увеличивает общие теплопотери дома. В подъезде мы не видели никаких особых трещин. Потолок, да, конечно же, самый дешевый, Армстронг, но тем не менее выглядит все очень чисто и красиво. Но при этом мы нашли полным-полно других блох здесь. Поэтому подъезд сегодня заслуживает от меня четверку. из-за украденной батареи и очень серьезной теплопотери еще минус. Четыре с минусом. Жилой комплекс Армейский так и точно устроен как армия. Здесь своя полоса препятствий. Ну, лифт дребезжит, скрипит, полностью ржавый, но едет. Так же само, как и доступность в жилом комплексе Армейский. Пандусы есть, да, они нормальные, но к этим пандусам круговая идет по периметру бордюры. Чтобы на них попасть, на эти бордюры, нужна рота солдат, которая могла бы помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Ну, а я бы пригнал, наверное, сюда целый батальон, чтобы они оперативненько произвели замену труб водоснабжения дома. Так что наша оценка жилому комплексу Армейский 4. С большим минусом. До встречи на следующих архитектурных объектах. Молдавский подкай видит машина, пролетает, тормозят. Добрый день, сержант его нескус. Вы превысили скорость. Да ладно, чем докажете? У нас радар есть. Покажи. Сержант радару из бочки я должна ехать машина. Как эта машина проехала? Звук.